Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жубкаев. Из-за обильных ливневых дождей на территории Хабецкого муниципального района произошел большой сход селевых потоков. Затоплены частные домовладения, сельскохозяйственные посевы и дороги. В связи с этим в двух населенных пунктах Беслинея и Инжичишко введен режим ЧС. По поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Темрезова на место подтоплений выехала рабочая группа. Проведено комиссионное обследование жилых домовладений, автодорог и участков сельскохозяйственных посевов с оценкой ущерба. Уже начались работы по откачке воды с подтопленных по дворе специализированной техники. Также принято решение провести расчистку водоотводных каналов для беспрепятственного сброса воды в период осадков доукрепить перегоукрепительную дамбу в районе захоронения в ауле Беслиней, оказать необходимую помощь в обеспечении продуктами питания и предметами первой необходимости многодетным семьям, инвалидам, семьям участников СФО. На автодорогах Беслинея и Инжичишко, Беслинея и Козелтогай произвести расчистку мостовых переходов, заваленных и разрушенных в результате грязеселевых потоков, произвести восстановление разрушенного дорожного полотна. По оценке специалистов, пострадало более 100 участков и 20 домовладений. Вода начала приходить примерно с 12 ночи. И мы до 3-4 утра стояли на улице, ничего не могли делать. Вот как видите, все затопило. Некоторые в дома зашли, некоторые, вот как видите. Это сейчас она ушла, вода? Да, это сейчас она ушла, вот видите, там вот эта отметочка, вот там вода вот дотуда была и ушла потихонечку. Вот видите, экскаватор копает, там уже так не заходит, потихонечку вода отходит. Объем воды был, ну, очень большой, практически как река Малозеленчук. И вся эта вода, естественно, хлынула в населенные пункты. И водоотводные каналы, они не способны, у них нет такой пропускной способности. Комиссия провела по домовой обход и по заключению посравшим будет оказана помощь. По поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова в республике продолжается цикл встреч членов регионального правительства под председательством вице-премьера Ирины Гербековой с семьями участников специальной военной операции. На этот раз члены правительства Карачаева Черкесии побывали в Ногайском районе. Гости встретились и услышали родственников бойцов. Члены семей участников СВО задавали различные вопросы. В частности, они касались мер социальной поддержки государственных льгот, коммунальных проблем и многого другого. На каждое обращение были даны исчерпывающие ответы. Было отмечено, что теперь любые вопросы будут решаться еще быстрее с помощью филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», который открылся по инициативе президента России Владимира Путина и при поддержке главы республики Рашида Тимрезова. Как было сказано, на встрече все без исключения семьи получили положенные выплаты. В каждой встрече возникает много одинаковых вопросов, но однотипные вопросы, касающиеся отпусков, доставки гуманитарной помощи. И много индивидуальных вопросов, которые сегодня буквально прямо на совещании удалось решить. Это вопросы ухода за престарелыми родственниками, вопросы где-то о медицинской помощи, где-то вопросы, касающиеся лекарств, вопросы, касающиеся газификации. Вот сегодня возникли вопросы по учебе. Уже буквально здесь на встрече удается решить вопрос по поступлению в медицинский колледж нашей республики. Есть вопросы, которые касаются, например, ипотеки на бойцов, вот мы сейчас будем отрабатывать. Много вопросов по коммунальным платежам, по ним тоже мы вносим свои разъяснения. В обязательном порядке обсуждаем все вопросы оказания помощи в виде различных выплат и различных льгот, о которых мы рассказываем на каждой встрече. 23 июня в Черкесске состоится ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», где будут представлены вакансии в различных сферах экономики. Около 40 работодателей примут участие в ярмарке. Один из них – компания «Промхим» – база строительных материалов «Стройдвор». Какие специалисты требуются и какие условия работы, расскажет Альбина Ламкова. В компании «Стройдвор» Елена Пироженко работает с 2011 года. Любит общаться с покупателями, стараясь предложить выгодную покупку, основываясь на предпочтениях клиента. А все для того, чтобы он остался довольным. Начинала Лена свою трудовую деятельность кладовщиком на складе. А уже через полгода, заметили, перевели на другую должность. Сейчас работает старшим менеджером. Я в этих отделах уже тут везде поработала, как говорится, все тут уже издала. Поэтому меня устраивает, мне нравится. Наша фирма здесь не работает. Почему бы? Зарплата стабильная, работа есть, руководство адекватное, доброе. Поэтому это уже немаловажно для нас. Довольна своей работой и Людмила Филоненко. Накладовщик следит за порядком, отвечая за сохранность продукции компании, контролируя ход выполнения работ. Знает весь ассортимент товара. Трудится на складе 12 лет. Работой я очень довольна. Сложности у нас никакой. Все достаточно легко. Коллектив очень хороший. Поэтому друг другу всегда мы все помогаем. Зарплату не задерживают. Самое основное, все у нас вовремя. Компания «Промхим» в народе известна больше как «Стройдвор». Здесь масштабные торговые площади. В них представлен большой ассортимент качественной продукции. Для строительства и ремонта. От фундамента до кровли. А главное условие в работе – признание и благодарность клиентов. Чтобы это условие соблюдалось, необходимы специалисты, которые работают ответственно. Подбирают персонал в кадровом отделе и рассматривают их в долгосрочной перспективе. «Стройдвор» – это широко известная компания у нас по республике. Мы существуем более 20 лет. Мы даем рабочие места более 400 сотрудников на территории Карачаева-Черкесии. В процессе работы персонал обучают, развивают, оценивают и мотивируют. На сегодняшний день мы предоставляем такие рабочие места, как кассир, бухгалтер, грузчик, комплектовщик, кладовщик и водитель погрузчика. Все вакансии предоставлены на ярмарке вакансий. Мы с удовольствием трудоустроим молодежь нашей республики. Можно даже без опыта работы. То есть прямо с учебной скамьи мы можем трудоустроить сотрудников. Также они получат профессию и начнут зарабатывать уже сегодня. Приходите, мы вас ждем. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. В течение суток 21 и 22 июня местами в КЧР ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 23 метров в секунду. На реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок. В горах сход сели малого объема. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременной дождь и гроза. В отдельных районах сильный с градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ветер северо-восточный 6,11. Температура ночью 8,13. В горах до плюс 8. А днем 21,26 градусов тепла. И местами до плюс 17. В Черкесии кратковременной дождь и гроза. Ветер северо-восточный 6,11. Температура ночью 10,12. Днем 24,26 градусов тепла. Карачаево-Черкесия входит в регионы лидеры по производству тепличных овощей за счет агрокомбидата «Южный». Продукты проходят контроль на качество, которое проводит Северокавказское межрегиональное управление Росельхознадзора. Какое количество овощей подверглось проверке с начала этого года и как получить хороший урожай помидоров и огурцов, узнавала Альбина Ламкова. Вот сейчас мы отбираем пробы. Сколько помидорчиков? Пять штучек. С разных ящиков, да? Ящиков, да. Пакет обязательно стерильный. Отбор проб – важная часть мониторинга безопасности пищевых продуктов и системы анализов рисков в государственной контрольно-надзорной деятельности. По ее результатам составляется протокол. В нем указываются все необходимые сведения, имеющие значение для идентификации. И только после заключения о фитосанитарном состоянии управлением Росельхознадзора оформляются карантинные сертификаты. На складе готовой продукции овощи отбирают для проверки. В каждом ящике вмещаются по 8 килограммов овощей. Все они четко сортируются. Помидоры набирают по цветам – красный, бурый и розовый. У нас сборы производятся через день. В среднем где-то 60-70 тонн мы собираем. Калибровка помидоров осуществляется в теплице. Каждая из них имеет площадь полтора гектара. На одном блоке выращивают одну культуру. Работает на участке по 13 человек. Чтобы помидорчики ваши были вкусные, что для этого нужно? Помидорчики, чтобы были вкусными, конечно же, солнце и хорошая вода. Что мы на самом деле имеем в нашей зоне, в наших условиях, в нашей местности. Поэтому не зря в советское время, наверное, здесь построили данный комбинат. Так как все эти условия соответствуют требованиям для выращивания данных овощей. Поэтому и на урожай в агрокомбинате Южный не жалуются. Огурцы в первом обороте собирают до 25 килограммов на метр квадратный. А во втором обороте чуть меньше – до 18 килограммов. Но на томате выращивают и собирают до 40 килограммов. Бывает местами и больше, отметила Венера Дураева. В фасовочном центре хрустящие огурчики и аппетитные помидорчики распределяют в подложку. Вес ее составляет 650 грамм. Потом отгружают овощи и направляют в сетевые магазины. А уже совсем скоро они попадут к нам на стол. В столице Карачаева Черкесии прошел борцовский турнир памяти человека, среди воспитанников которого немало победителей крупнейших мировых состязаний. Султан Тикеев сам является девятикратным абсолютным чемпионом Северного Кавказа по национальной борьбе. Показывал хорошие результаты и в олимпийском виде вольной борьбы. За состязаниями в спорткомплексе «Юбилейный» наблюдал корреспондент Артур Мкце. Турнир в честь известного прошлого спортсмена Султана Тикеева впервые прошел в Карачаево-Черкесии около 20 лет назад. Одним из организаторов состязаний выступал Руслан Аркенов, племянник многократного абсолютного чемпиона Северного Кавказа по национальной борьбе. После первого турнира в Зеленчукском районе несколько следующих прошли в Карачаевске. В них принимали участие в том числе именитые спортсмены из многих регионов России. К сожалению, в конце 2021-го на 71-м году жизни Султан Тикеев умер. Соревнования по понятным причинам были перенесены. И вот теперь их организовали в спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске, уже в память о человеке, воспитавшем не одно поколение борцов. Он выигрывал Россию студенческую по вольной борьбе. В сборной союза был студенческой по вольной борьбе. Он неоднократный чемпион Северного Кавказа по борьбе на поясах, по борьбе тут уж. И он как бы символ нашего народа. Он красиво очень боролся. Я хочу сказать слова огромной благодарности председателю Оргкомитета, депутату Народного собрания Карача и Черкесии, Хубиеву Хасану Магомедовичу. Он тоже из того же села, откуда и Султан, из Красного Октября. И он отозвался и оказал огромную помощь в проведении этих соревнований. В этот день в Большом зале было немало почетных гостей. Одни много лет занимались бок о бок с Султаном Тикеевым. Другие под его началом делали первые серьезные шаги в спорте. Многократный чемпион мира, Европы и России по борьбе на поясах Ренат Акбаев рассказал, почему в свое время выбрал именно этого тренера. Как приехал 1 сентября на учебу, я сразу пошел к Султану. Именно к Султану почему? Потому что Султан был легендой этой борьбы. А мы, отец, семья, у нас эту борьбу любили. И я пошел именно к Султану. И вот я первый год, вообще первые свои такие большие шаги в большом спорте начинал именно у Султана. Он тренировал в университете. Именно у него тренировался, я стал мастером спорта по борьбе тут уж. Очень много хороших воспоминаний о Султане. После первых поединков состоялось торжественное открытие. Под сводами спорткомплекса звучали слова благодарности человеку, который много лет поддерживал в своих воспитанниках любовь к национальному виду спорта. Зажигательные танцы Эльбруса стали прелюдией к дальнейшим интересным схваткам на борцовском ковре. Бескомпромиссные поединки, быстрые атаки и контрвыпады. И, разумеется, амплитудные броски, которыми славится национальная борьба. Спортсмены из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чеченской республики и Краснодарского края продемонстрировали красоту того самого вида, символом которого всегда был Султан Тикеев. Артур Махце, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. И приятные спортивные вести. Очередная победа футбольной команды «Нарт». Матч состоялся на выезде с футбольным клубом «Владикавказ». Игра завершилась со счетом 2-1. Авторы голов Вадим Абедоков и Дмитрий Михайлов. Таким образом, «Нарт» занял почетное первое место в своей подгруппе 16 очками, сыграв 6 матчей. Это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Операция Престол». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова